итак я хочу подвести некий итог своим занятием гравитационной гимнастикой начал я заниматься в двадцатом году весь апрель то есть с нуля прозанимался 9 месяцев какое создалось у меня мнение о гравитационной гимнастике на тренажере сергея кривых вот об этом я хотел бы вам рассказать изометрическая гимнастика и или там изодинамическая еще что-то там такое там много там говорят люди смотрят поберегите свои суставы спину а это и начал заниматься для того чтобы у в первую очередь спина в пояснице не хватало ну и суставы плечевые не болели раньше вот так руку больно было поднять ну ладно вот лучше всего конечно это свой собственный опыт говорят очень много и дело вот когда ты серьезно начнешь чем-то заниматься дело оказывается крайне непростым очень непростым я имею некоторый опыт ну так скажем в занятиях тяжелой атлетики мои лучшие результаты 160 рывок 197 с половиной толчок 202 я неоднократно брал на грудь так это без всяких яких скажу это выше мастера спорта в категории до 110 килограмм была такая категория сейчас это сделали 109 я бы вообще эти всю федерацию тяжелой атлетики разогнал бы к ядрине в фене чтобы они там особо не выпендривались то есть я имею в этом в тяжелой атлетике некоторый опыт раз значит я занимался ну будем говорить качался в качке так сказать причем она так совмещалась с тяжелой атлетикой то есть одно время когда я более меня профессионально занимался спортом особо там не до качки когда значит уже это это все как-то отошел от этого дела ну вот я так сказать для себя занимался если взять мои силовые результаты то начнем классику это 108 жим лежа 255 приседания из них 220 на груди и 270 тяга все это я довольно таки легко сделал ну кроме жима лежа попробовал 190 мне не пошло но если бы так позанимался думаю что пошло 160 я жал сидя где-то килограмм по моему 110 из-за головы я жал стоя одной рукой рвал 80 килограмм перебросил через сибат то есть можно если так так сказать зациклиться на этом деле то 90 я бы запросто сделал просто под сет один раз попробовал она через меня перелетела то есть вытягивать я все это дело вытягивал вот то есть чтобы вы примерно понимали что перед вами за человек сидит не просто там лялякает ну могу добавить возраст 67 лет а кое-что он в свое время мог делать кое-что мог делать и вот гравитационная гимнастика вот скажу словами человека который ее создал самодумал анатолий иванович его слова следующие я говорит рискнул в этом деле и риск оправдался отрыв веса от значит от земли 6 половиной тонн о чем это говорит насколько я вот стал понимать о чем это говорит это говорит не о физической силе человека которую он там развил а это говорит и как раз основное направление гравитационной гимнастики это научиться управлять энергетикой окружающего пространства которое в основном представлена у нас гравитации гравитация то есть она разного оттенка бывает ну вот самодумал так так сказать как бы сказать вот это вот занятие по мере увеличение веса отягощение это говорит о том что ты научился управлять все больше и больше энергетикой и опять таки я очень внимательно старался все там прослушать все там собрать из интернета что по этому поводу сказано и особенно и много слушал самодумывал по многу раз потому что в один момент одно ты выхватываешь а в другой момент оказывается вот тут что то другое каждый поднятый вес как он говорил примерно где-то тонна наверное на 400 отрыв тонны 400 он говорит о том что ты научился управлять энергетикой ну можно так сказать вот как бы на первом этапе научился управлять то есть первый этап или первая степень управление энергетика раскрывается когда человек начинает отрывать вес где-то тонна 400 то есть определенные он обладает определенным умением это не какая-то теоризация а человек практически может влиять уже на пространство далее по мере значит увеличения веса наступает вторая степень то есть возможность управления энергетикой в большем масштабе то есть это будет и создание вокруг себя определенной как бы сказать среды причем это все делается умственно влияние на погоду можешь погоду там делать значит влияние на атмосферное там проявления различные ну и естественно вот как бы сказать управление ситуациями то есть ты такие ситуации создаешь умственно которые позволяют быть по-твоему вот как примерно ты хочешь и наконец таки вот насколько я понял дальше уже там вот эти шесть с половиной тонны и так далее они уже открывают какую-то там третью ступень ну это мое мнение возможности которые начинают вообще поражать ну и Анатолий Иванович кое-что там продемонстрировал вот он говорит я усмирил в Америке торнадо которая которая до этого была торнадо там развалила у них там что-то там где там она была во Флориде что довольно таки значительную часть и следующее шло еще более мощное и вот он как раз его рассел ну это так к слову я там вам рассказываю то есть для чего заниматься гравитационной гимнастикой далее это вот такие как бы эффекты управления энергетикой оказалось что вот эти вот занятия гравитационной гимнастикой они очень хорошо влияют на здоровье и я в основном занялся вот и за здоровье в первую очередь и за здоровье потому что у меня там весь позвоночник был поражен сделал МРТ это я все вам предоставлю МРТ ну МРТ это одно а самое важное это ваши ощущения суставы болят вот так поднять нельзя ночью плечи болели так что ты как уш вертелся через каждые 15 примерно минут менял положение для того чтобы вот как-то боль прошла положение сменил лежа на кровати вроде бы нормально начинаешь засыпать опять они начинают ныть ты перевернулся и так всю ночь и просто нюти вот так вот скручено утром ты встаешь не выспавшиеся и так далее и так далее это что касается плечей далее что касается поясницы ну поясницы там спины ну в основном поясница она разболелась будем говорить так вот какую-то стадию хроническую зашла что у меня возник возник страх как-то неловко нагнуться как-то знаете вот даже не надо так говорить ловко там не ловко просто там знаете нагнуться прогнуться на постели повернуться сидя повернуться там еще еще что то то есть в любой момент она там закусывала естественно было крайне неприятно боли отходили долго и это все продолжалось вот она примерно как началось где-то с 15 года по-моему в 16 я сделал вот это МРТ чтобы уже посмотреть потому что дело там шло вообще к инвалидности значит 16 по-моему 17 18 19 тоже вот это это все было эпопея с суставами со спиной и я не видел каких-то таких перспектив вот как одна написала с возрастом только все будет хуже 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 я ощущал что хуже уже как бы сказать подошло к тому что хуже как бы сказать дальше некуда а тут еще ждет хуже 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 и она так примерно и и было и вот я начал заниматься гравитационной гимнастикой благодарен я человеку который меня свел с Сергеем Кривых это было в Екатеринбурге и он говорит вот есть такая вещь как гравитационная гимнастика первоначально это было просто напросто вот огромная штанга блины там по 70 килограмм и меньше два этих ассистента которые тут как бы сказать нагружали тебя как-то там подстраховывали и я прозанимался вот так вот именно и это мне как-то знаете вот именно на поясницу очень здорово понравилось потому что сразу как-то с первого же занятия я почувствовал что для спины это вот своеобразное спасение после этого это по-моему шестнадцатый семнадцатый год я несколько раз съездил к самодумовому Анатолию Ивановичу в Серпухов позанимался где-то три занятия у него надо бы возможно позаниматься было и дольше занятия примерно одно в две недели то есть позаниматься под его руководством ну вот как-то ехать туда 900 километров туда назад все эти там расходы и так далее как-то как-то меня это несколько охладило вот несколько это охладило и я все это дело благополучно забыл и вот в том году это двадцатый год я опять попадаю в Екатеринбург с тем же человеком ждет Сергей Прокопович Кривых говорит пошли опять в спортзал я придумал нечто новое ну хорошо пошли что это там такое и оказывается он придумал тренажер который за счет рычага то есть все устроено так ну это вы видите на на видео то есть за счет рычага все устроено так что не надо там каких-то огромных весов любой вес который ты вешаешь на этот рычаг за счет плеча рычага сразу же весит четыре раза больше пять килограмм повесил двадцать двадцать килограмм повесил восемьдесят не надо ни ассистентов никого то есть нужен вот этот тренажер там и пожалуйста занимайся сам за счет станины никуда особо вес не уходит как бы сказать здесь особые страховки не требуются но тем не менее есть подводные там особенности есть они во всем они есть и вот я позанимавшись на этом тренажере ну подумал как же его приобрести думал 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 и вот знаете я уже как допустим автор каких-то там методик автор там еще там чего-то там такого автор там книг и так далее вот как автор надо вернее я понял надо иметь уважение к другим авторам и допустим не самому там сделать это там тренажер хотя там чертежи там дают и так далее спросил Сергея Прокофьевича вы делаете он говорит делаю стоит сколько столько хорошо я значит вам это все в несколько этих самых сумм вышлю то есть как бы сказать вы мне авансом там что-то дадите первоначальный взнос потом я его плачу годится годится все я сделал оплатил причем быстрее чем так сказать думалось вот приходит этот тренажер я его устанавливаю и начинаю заниматься вот как раз где-то он где-то в марте пришел в конце марта ну вот полноценно где-то я начал с самого апреля и вот я прозревался девять месяцев что я могу сказать я тот человек который не понаслышке не глядя на фотографии не на видео а пропуская все это через себя что я могу сказать в результате этих занятий первое в результате первых же занятий буквально таки двух-трех у меня резко укрепилась спина особенно в поясничном отделе я был как бы сказать счастлив как это так вот эти веса ты используешь а спина вместо того чтобы вот по всей логике она разрушалась она наоборот восстанавливается и вот в этом как раз и есть особенность вот этой вот гравитационной гимнастики то есть мы работаем с энергетикой стараемся поднимать не мышцами а мы стараемся поднимать умом то есть управлять энергией и кстати я заметил если вот кто серьезно желает вот это все освоить как-то понять когда я смотрел видео там в основном занимались одни женщины самодумывая достигали там таких результатов и у них там на здоровье был такой вот колоссальный эффект то есть с опухолью пришли опухоль там что-то это то есть опухоль уже должны были оперировать ага опухоль исчезла буквально там за месяц если не меньше значит псориаз был не стало что касается этих позвоночника с этими там грыжами и так далее то их там пачками они выздоравливали без всяких яких вот это значит меня заинтересовало будем говорить и в результате занятий вот в первых я вам рассказываю это спина как-то стала сразу я просто был счастлив суставы плечевые не так чтобы быстро начали заживать но тем не менее вот прошло 9 месяцев даже раньше я уже начал полноценно тренироваться с тяжестями сжать там килограмм по-моему по 25 ну это такие подходы как бы сказать предельные по 25 и больше если плечи болят то вы вот такое упражнение ни за что там не сделаете у меня настолько они болели что вот так было больно поднять а там уж с весами и подавно значит спина плечи тазобедренные суставы лучше стали но при этом я хочу сказать вот я раньше садился в лотос из-за вот этих вот напряжений коленные суставы то нормальные но вот как бы сказать гибкость несколько потерялась в лотос ну мне надо хорошенько размяться просто-напросто раньше на это у меня уходило намного меньше времени то есть вот я позанимался и у меня как бы сказать возникает там как бы жесткость такая которая туда дальше потихонечку отпускается то есть мои занятия по мере значит роста веса я стал ощущать что потихонечку наполняюсь энергией наполняюсь энергией в чем это выражается это выражается допустим в том что сократилось время сна ты чувствуешь себя и по голосу это ощущается вот сейчас у меня голос такой видите звонкий мощный такой знаете как бы сказать тебя прет то есть вот это вот энергетика ощущается далее интересная вещь половые акты стали намного ярче потому что стало больше энергии чем больше энергии в организме тем вот эти вот проявления становятся чуть ли не фейерверком началось как бы накапливание когда накапливается вот эта энергия я чувствую началась работа над внутренними органами первое что я заметил это ногти стали у меня совершенно иные они стали вот знаете посмотришь на человека там на ногти или еще там на что-нибудь там вот на пальцы и видишь они какие-то такие ну нездорового цвета это же начали очерчиваться вот эти валики ногти приобрели такой здоровый цвет здоровый красивый стали даже более эластичными нежели раньше хотя если сухость большая и они и началась какая-то работа с внутренними органами то есть я почувствовал вот в первую очередь ну не в первую очередь как бы сказать там как-то интересно происходит накапливается энергия и которая позволяет работать ну допустим с почками как-то более-менее почки там почка допустим у меня там правая иногда беспокоила ну как просто ее ощущал а это вот что-то все меньше 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 тычонка стала работать как я это ощутил стул стал вот именно такой как знаете в детстве бывает желтого цвета как только печень плохо работает это значит у вас там проблемы вообще со стула он значит неправильно там формируется он там застаивается коричневый становится и так далее так это так значит да значит вот что-то с желудком лучше стал переваривать ну я еще принимаю тмин и считаю тмин очень хорошо наладил работу желудочно-кишечного тракта у меня но вот и со счетов не стоит сбрасывать и то что сама по себе энергетика она способствует всему этому значит разного рода как-то инфекционные заболевания я особо перестал болеть вот я помню у меня там примерно раз в 3-4 месяца бывал там герпес на губах а это вот я уже так наверное наверное года наверное а ну вот в течение вот всего года я что-то особо и не ощущал что чтоб это было в течение того года хотя до этого тоже тмин мне здорово помог вот для того чтобы вот эти все какие-то болячки во рту то знаете вот это вот язвочки иногда там бывали здесь значит что-то трещинки в углах рта там еще что-то там такое вот вот это как-то поисчезало то есть тмин хорошо помог но мы сейчас говорим о гравитационной гимнастике стали сниться яркие сны где-то даже то не пророческие яркие то есть благодаря тому что возрастла энергетика значит вот эти вот тонкие тела получили возможность шастать по разного рода там пространством трудно сказать куда куда это все это пойдет конечно этим делом можно управлять но пока я не занимаюсь этим куда шастать но тем не менее энергетика возросла вот именно энергетик то есть восстанавливаешься гораздо быстрее но тем не менее если значит там не поспишь уже как-то там или еще какие то там бывают вещи восстанавливаться быстрее но тем не менее Ты как бы сказать спускаешь Но зато быстро набираешь А то знаете бывает спустишь И то медленно, медленно, медленно восстанавливаешь Нет, все происходит гораздо быстрее И вот в этих вот занятиях Вот когда ты занимаешься Чем больше, чем лучше ты Сосредоточишься перед поднятием вот этой тяжести Тем ты легче ее поднимешь Поднимаешь вот не мышцами А поднимаешь именно вот Как бы сказать вот это вот силой воли То есть управлением энергетики Это очень тебе такой интересный феномен И который значит тебя насыщает Когда ты не то что ты видишь Ты просто один вес, другой вес и так далее То есть возрастает твоя энергетическая мощь Заряд, как говорил самодумал Каждой клетке можно заряжать там до бесконечности Возрастает этот заряд И плюс еще вот работа идет с костным мозгом То есть вот эти все движения Они направлены на то, чтобы именно продавить Протренировать вот эту вот энергию Которая лежит в основе костей Это очень важно понимать Мое мнение Если вот посмотреть на человека То вот эти все ткани, которые имеются Грубо говоря, наша кожа Это одна энергетическая, как бы сказать, основа Которая заполняется кожей Значит, жир это другая субстанция Которая заполняется, значит, энергией Вернее, лежит в основе энергии Которая заполняется жиром Далее, сухожилие Это совершенно иная, более такая плотная энергия Которая заполняется, будет, сухожильной тканью Наконец-таки, костная ткань Это та энергия Которая лежит в основе кости Естественно, вот эти вот занятия Как там говорили И я вот убеждаюсь на себе Очень сильно влияют на костный мозг Костный мозг вырабатывает стволовые клетки Которые обновляют наш организм И вот это вот как-то лучше стало работать Плюс в целом фигура Я как-то, ну, заниматься занимаюсь Ну, вот чувствую, знаете, вот Она держится Фигура держится как-то Одно дело, она там расплывается И ты там, как медуза А это ты чувствуешь, форма держится у тебя Тоже вот такой феномен Это я рассказываю все то, что я на себе прочувствовал Значит, возросла выносливость Возросла сила Возросли умственные способности Где-то даже улучшилось зрение Вот я использую очки в основном для чтения И если освещение хорошее дневное Я нормально все вижу и даже читаю А как, конечно, чуть что-то хуже Этого нету Ну, вот примерно вот такие вот итоги Моих занятий Гравитационной гимнастикой За 9 месяцев Я вам рассказал А теперь непосредственно Я вам расскажу О подъемах Я, значит, провел там вот как раз у меня Что там, если я беру Практически все я снял Свои занятия Занимался сам в основном Занимался с ребятами И всего у меня примерно вышло Ну, оно на самом деле несколько больше Но тем не менее Всего у меня вышло 39 уроков И теперь посмотрим Посмотрим Вот я тут все записал Когда я начал заниматься Вот у меня апрель А, даже март есть Март Март Изодинамическая гимнастика 19 марта 2020 года Вот я начал заниматься Мое первое занятие Я тут примеряюсь Пока я тут все это дело Настраиваюсь Что там, как там С небольшими весами Буквально тут сколько 110 килограммов Все я пробую Ну, ну да, да Пробую Как это что Жим лежа у меня получается Вернее, дожим Дожим, значит 100 килограммов То есть первые три упражнения 100 килограммов Не больше я вот это вот сделал Чтобы подготовиться Кстати Кстати, что я вам хочу сказать Так как я Занимался тяжелой атлетикой И очень интересовался Различными системами То в свое время для меня был Так сказать Примером для подражания В развитии силы Это Пол Андерсон Я по его примеру И там молоко глушил Литрами Ну и занимался Так вот Он как раз Когда я Вот буквально В том году Более-менее Внимательно Рассматривал Что он делал Уже С точки зрения Гравитационной Гимнастики Он как раз Это все делал Он делал Полуприседы Он делал Полужимы То есть Это те как раз Упражнения Которые лежат В основе Гравитационной Гимнастики Ну вот Примерно Я вам Что хотел Рассказать О Девяти Месячном Опыте Занятий Гравитационной Гимнастикой На Тренажере Сергея Прокопьевича Кривых Гравитационной 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 Гравитационной